МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алексей, ваша компания существует уже больше 20 лет, и за это время вы пережили не один кризис. Расскажите, как пандемия коронавируса сказалась на вашем бизнесе? Пришлось ли вам менять стратегию развития и применять такие непопулярные тактические меры, как урезание зарплаты, сокращение штата, изменение работы с вашими партнерами? У нас работает в штате 2,5 тысячи человек. Из них в Москве 750 человек, 800 в регионах России и 900 человек в других странах. Это штатного такого состава. По сравнению с 1 апреля у нас стало работать на 15 человек меньше. Поэтому я не думаю, что это связано с сокращением с коронавирусом, с корейскими просто процессами. И работает на штат человек больше, чем было 1 января. То есть в этом целом мы даже выросли, если говорить о штатном таком составе. «Фабрик» силен не столько нашим персоналом штатным, сколько нашими партнерами. Это самозанятые, индивидуальные предприниматели, которые с нами сотрудничают в России, еще 40 странах мира. Это десятки тысяч людей. При этом были трудности, которые связаны были с тем, что поставщики зашатались. Сначала китайские, по поставкам, прежде всего, некоторых видов упаковки, по одежде, конечно. Там фабрики стояли 3 месяца. Потом немножко Италия. Откуда мы везем макияж, декоративную косметику, тоже так возникли риски. Ну, в общем, благодаря оптимизации поставок мы справились. Ну и, конечно, выручило то, что у нас очень большой ассортимент. У нас около 1200 позиций основного ассортимента в каталоге. Даже если там 50-60 позиций нет. Поэтому в целом мы прошли, конечно, с потерями, но хорошо всю эту эпидемию. В общем, даже мы наблюдаем прирост в продажах к прошлому году, вот за полгода в целом. А можете назвать цифру? Да, это примерно плюс 15%, если мерить в рублях. В 2003 году, спустя 6 лет после основания компании, вы вышли на международные рынки. Как бы вы оценили свою конкурентоспособность на международной арене? Тогда, конечно, наша конкурентоспособность была очень, такая, невысокого, я бы сказал, качества. У нас не было немножко уверенности в себе. Поэтому, например, мы продукты для Европы, для Польши, для Румынии, для Чехии стали производить во Франции. Что, конечно, и на себестоимости сказалось, и на неудобстве. А через года полтора-два мы увидели, что для людей в Европе нет разницы, где произведено. Если продукт хороший, во Франции он произведен, или в России, для них разницы нет. И мы, конечно, перенесли производство в Россию. Это очень нам все упростило. Часто на этом конкуренции в наших головах. Нам кажется, что какие-то мы не такие. Все у нас в порядке с конкуренцией. Интересно, что сейчас Фаберлик входит в топ-100 мировых компаний. Когда я начинал 20 лет назад, было 20 тысяч компаний в мире косметических. Сейчас 50 тысяч. Поэтому мы входим в мировой топ-100 по выручке. К сожалению, мы единственные из российских компаний, кто входит в международный рейтинг. Как вы оцениваете конкурентоспособность российских производителей косметики? Не так много производителей идут на экспорт, продавать. Но вот те, кто идут, а это и компания Сплат, и компания Орнест, Натура Сибирика хорошо идет, Градиент продает свою тушь на Амазон. Поэтому те, кто движутся, у них все идет хорошо. Это требует много времени, внимания, требует переводов на иностранные языки, построения систем логистики, много инвестиций. Но я считаю, что это того стоит. Я смог бы всем порекомендовать идти на экспорт, продавать. Когда ты конкурируешь на своем рынке, это такая хорошая первая стадия конкуренции. Но пока ты не начал конкурировать с глобальными компаниями, пока нет сильных учителей, ты сам слабый. В смысле, конкуренция везде полезна. И вот на рынках товарных точно. Но я вижу сейчас, что и в политике было бы очень полезно. Конкуренции побольше. Тогда у нас были бы более качественные игроки. Ну, о политике мы поговорим чуть-чуть попозже. Пока идем в хронологическом порядке. Семь лет назад, в 2013 году, в каталоге Фаберлик, помимо косметики, появились еще товары одежды. Сначала детская одежда, да. Детская одежда, потом женская одежда. Почему вы решили развивать это направление? Много лет себя мыслили, как косметический игрок. Больше 10 лет. Людям хочется быть первыми в маленькой нише, первыми в какой-то лужице, чем десятыми или сотыми в большом море или океане. А мы стали смотреть на себя так. Нам тесно в рынке косметики. Надо шире смотреть на себя. И мы стали, например, делать БАДы, бытовую химию, которую мы назвали «косметика для дома». И мы видели, как нашим покупателям удобно у нас не только привезти косметику, там, парфюмерию, гель для душа, но и другие товары. И в том числе от наших консультантов, наших партнеров, пошел запрос на одежду. Мы попробовали сначала в детской, пробовали работать с итальянскими дизайнерами. В принципе, неплохо получалось, но потом ощупали свой стиль. Мы пригласили самого яркого человека в России, я считаю, Андрея Бурматикова, с которым вместе сделали много коллекций. В итоге сложился такой вот пул тех линий, который Фаберлик продает в одежде. И фэшн очень оказался полезен и для бьюти, то есть мода хороша и для красоты. Сейчас вопрос цифровизации затрагивает очень большое количество производителей. Вы одними из первых внедрили цифровизацию в свой бизнес. Насколько это помогает вашему бизнесу развиваться? Вообще, надо сказать, что взгляд на нас, как на компанию, такой вот каталога, он один раз правильный, другой раз, конечно, немножко устаревший. У нас сейчас миллион семьсот заказов в месяц. Вот есть такой рейтинг, топ-100 интернет-игроков. Вот мы были бы пятыми после ламоды, если брать по количеству заказов. Если брать по объему продаж, которые мы делаем в интернете, мы были бы тринадцатыми после беру. В этом смысле мы большой, на самом деле, цифровой игрок. И мы и другие компании прямых продаж, исторические, которые были. И трансформация началась десять лет назад. И тогда у нас там один-два процента было цифровых продаж. Сейчас сто процентов. У нас есть пятьсот человек, работающих в штаб-квартире. Пятьсот двадцати. Сто сорок, то есть почти двадцать семь процентов. Это айтишники, люди в диджитале, в якоме. То есть у нас четверть компаний — это штаб-квартире, это цифровые люди. С первого июля жители всех регионов России получили возможность стать самозанятыми. Вы выступили с предложением увеличить сумму годового дохода до пяти миллионов рублей, который облагается налогом в четыре процента. Почему эта мера необходима? В целом, я считаю, что то, что люди, уже у нас больше 700 тысяч человек, зарегистрировались в прошлом году самозанятыми, я думаю, много людей зарегистрируется в этом году, это такой хороший процесс, такого обеления тех дел, которыми люди занимаются. В целом самозанятых по разным оценкам от 20 до 38 миллионов людей. Людей, которые имеют второй доход. Причем часто я хочу сказать, что доход больше, чем на основном месте работы. Поэтому он очень важен. Очень важны сигналы от государства, что нет, это все серьезно, это все надолго, ничего меняться не будет. Очень был хороший, я могу сказать, жест, когда самозанятым ИП вернули их налоги, уплаченные в 2019 году. Люди уплатили в 2019 году, им в этом эпидемию, им вернули налоги. Это реально хорошая поддержка. Получается, один, ввели налог пониженный, потом вернули деньги, такой второй шаг. И вот в этом смысле шаг, что и лимит по налогу с 2,400 подняли до 5 миллионов, это еще один шаг в такую копилку доверия. Пять лет назад известно, что вы создали благотворительный фонд, который называется «Капитаны». И по сути вы взращиваете новых предпринимателей. Что их ждет? Что ждет новых предпринимателей? Сама программа у нас уже идет 8 лет, а благотворительный фонд действительно создан 5 лет назад. Наверное, основная задача, которую я перед собой ставлю, это чтобы вырастить людей, у которых большой калибр бизнеса. Вот у нас очень любят, знаете, вот такие стартапы. Для начала это очень хорошее такое вот место, где можно поучиться. Но как показала в том числе вот эта ситуация с карантином, эти сервисные и другие бизнесы, они очень слабые. У них маленькая прибыльность, у них нет возможности откладывать деньги, чтобы иметь подушку безопасности. Поэтому надо строить большие, средние бизнесы. И этому надо учиться. И то, чем мы учим в этой программе «Капитаны», это строить большие организации. Мы, знаете, вот такое слово есть, не очень точно, такой вождизм. Вот мы учим их быть вождями. Капитанами. Капитанами. Вести за собой людей. Строить эти команды большие. В марте вы создали политическую партию. Почему вы, успешный бизнесмен, решили заняться политикой? Если хочешь что-то сделать, надо делать. Мы увидели, как не только нам это надо, но мы нашли 600 кандидатов в регионах, которые вместе с нами идут на выборы в этом сентябре. То есть люди, которые такие self-made, сами себя сделали. Люди, которые там социальные лидеры. Люди, которые не зависят от государств. Потому что у нас было несколько, прям сотен кандидатов, которые получали либо гранты от государства, либо какие-то еще формы поддержки. Им были звонки из администрации местных. И говорят, зачем вам это надо? Не надо заходить. Вот поэтому такие люди отселись. На стране много смелых людей. Людей, которые сами себя обеспечивают. Люди, которые пойдут, они пройдут, они депутаты. Не пройдут, они депутаты. Все равно будут заниматься обустройством своей родины. Большой родины, малой. Поэтому, когда ты видишь таких людей, ты понимаешь, что ты не один. То, конечно, это очень вдохновляет. Алексей, я желаю вам удачи. И большое спасибо за интервью. Спасибо. 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 Спасибо.